Давай, я буду говорить на кого, а ты говоришь, что там, чё. Так, сейчас посмотрим, что у нас на первый раунд замутят. Вон до террористов, сейчас посмотрим. Это будет фаст Б. Один с респа простреливает мидл, остальная вся команда в четвером идут в тэшку верхнюю. И принимать у нас будет панч Зор. Да, принимает за щепок, из квинта ещё один принимает. Быстренько, да, убирают. Ага, два минуса от защиты, один от террористов. Ой-ой-ой-ой, ничего не понимаю, что происходит. Мозги мои привыкли, ну в общем, остается три в один. Террорист Т-шки вверх, его уже сзади поджимают. Тихо я встречаю, в общем, провал для команды террористов, как она у нас называется-то хоть. Но команда КТ, я вижу, подписаны. Хэтс Вайн, а эти как? А, хомячки, ну так и буду их называть, хомячки. Итак, у нас секр-раунд команды хомячков. Посмотрим, что они придумают. Они все на нуле. Замутили 2D на восьми. Тихонечко крадутся по парапету. Принимать у нас... Могу разобраться с этими приключениями. Выходит быстро А. У нас принимает Дензил, в пункту принимает Сфамаса. Еще один с подъема. Быстренько их разбирают, пачка падает. Все, очень хорошо играет. Ребята, слаженно. По два минуса от двух игроков. Еще один минус от третьего. В общем, команда слаженно играет. Но это эко-раунды. Посмотрим, что будет дальше. Какой вариант еще хомячки придумают, чтобы исполнить свой эко-раунд? Смотрим. Решили разделиться. Теперь они втроем идут в банку и двое идут в верхнюю тэшку. Пачка пока валяется на нуле. Шифт, шифт, шифт. Везде шифт. Везде шифт. Везде шифт. Пока стоит. А, у них закуп. Так они пачку ставили, конечно, у них закуп. Поэтому они шифтят. Так, Zero у нас пытается выцепить типа на B. Пытается тихонечко выйти. Уже один минус у нас дают на Зиге. Выходят Зигу. ДЛ у нас запаздывает, конечно. Чекает яму. Один игрок защиты у нас находится в пленту на A. Дергается, не знает, куда смотреть. Минус ДЛ. И он один остается на A. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Уже ХЛПа бежит с B. Его я в просвете. Ад. Ад у нас дает два минуса. А Зигу длиннее. Остается у нас два игрока террористов. Они оба идут по длине с пачкой. Очень хорошо. Очень хорошо. Безногих Атаконда убивает. И остается один чипочек на грибах. Вероятнее всего пойдут на Зигу. Так и есть. Посмотрим, кого он отыграет. Самая выгодная для него будет позиция. Зиги вы эти. Ребята поставили пачку по ДЛ, но почему-то один в яму не идет. Вот сейчас пошли оба в яму. Умные ребята. У одного 14 хп, у одного 93. Панчер не знает об их позициях. Чекает, думает, что, наверное, подъем и гусь. Ну, шансов мало. 22 хп. Ему уже не поможет. Очень сложные ники. Очень большая просьба на будущие игры. Пожалуйста, подписывайте свои ники, как они есть на самом деле. Как мне называть игрока? Two fingers. Это вообще два пальца. Он у меня еще в друзьях в стиме есть. Кто это вообще? Русик это. Русик неадекватный. Понятно. Русик это с нашего паблика. Итак, счет у нас 2-1 в пользу защиты команды Хэдсвайн. Сейчас у нас террористы выигрывают раунд. Что они придумают на следующий, сейчас мы посмотрим. Так, они все решили пойти на ноль и смотреть баночку. Первнюю тэшку никто не занимает. Посматривают вроде как пляж. Приспе тусуются ребята на нуле. Ждут поджима. А поджим сейчас будет, потому что, видимо, у КТшников и КРАУНД двое типов стоят в Зиге. Получили ХАЕ под жопки и отошли на четверку. Два ЮСПА смотрят в Зигу. Тем временем террорист у нас уже шифтиком тихонечко на колесе прокатывается на коляске инвалидное на картинку. Уже подходит. Минусы 2 в Зиге. Еще одного типа убивают в четверке и очень легко заходит на плен. Улаженно, практично, эстетично. И без потерь. Единственное, мне не подскажешь, как сделать так, чтобы я смотрел сверху на карту. И чтобы видел всех и террористов, и КТшников. Я не вижу, что делаю террористов. Всех кружочек. А вот КТшников я вообще не вижу. Да, это баг, это баг. Это баг такой, да, из-за того, что мы в спецрессе. Да, надо сделать, я так понимаю. Не знаю. Сейчас попробуем сделать, ребята, извините, у нас временные неполадочки. РТРАИ. Так, пачку скинули террористы. Атака у нас играет опять от холда. На нуле. Банка. Нижняя Тэшка. Пока еще непонятно, куда собираются идти. Ну, в общем, все тусуются на десятке и на парапете. Пачка лежит на восьми. Вот нельзя догадываться пойти взять пачку. Идет выход. Нет, пока еще никуда не идет выход. Ребята не могут определиться. Не могут выцепить. Где у нас типы? Зига у нас, смотрим, пач взор принимает, дает. Ах, минус один, одного еще не дожал. Еще один типок под лестницей. Его, интересно, прочекали или нет. Да, прочекали, убили. Вот у нас начинает пихоньку. Минус длина. Ад хорош. Ад еще убьет Зигу. Наверное, еще длина. Он не успеет. Не успеет. И у нас ситуация 2 в 2. Пачка на руках. Минус просвет. Сюда же летит дым. И сейчас будет минус 2, надеемся. Да, да, да. Вот этот ник, я не знаю. Мхуз потолка. Просто хорош. Мхуз потолка. Просто красавчик. Неадекватно. Я вам потом все выскажу за этот ник. Просто уродец. Итак, что у нас происходит на карте? Теористы не могут понять, кому дать пачку. Короче, двое бегут в верхнюю Т-шку. КТ-шники опрогибают в верхнюю Т-шку дым. Тем самым, не давая пластом выйти на Б. У нас пингвин просто демонстрирует пиксельную игру. Пытается банку смотреть просто в миллиметр пикселя. Жоан бегает как неадекват с пачки. Не знает, куда ему идти. Ждет информации от тиммейтов. Да, хорошие позиции КТ заняли. Очень грамотно. То есть, классика. Классика. Шумят террористы. Они не могут... По них вся информация есть. Да, пингвин дает первый минус на длине. И... Нет. Размена Джоана. Информация по длине есть. Сейчас будет хелпа. Хелпа от Панчзора, который знает он про свете. Двое типо в зиге. А вот Б у нас... Да, Б у нас убивает и все. Заходит типок на Б, говорит инфу, что Б чистый. Пачка бежит на Б. Слаженная игра. Аккуратно очень играют, ребята. Осторожно. Т-шники почему-то не... Махуб за потолка пытался убить перетягивающегося на Б игрока, но не получилось. Итак, у нас двое КТшников уже под косым. Сейчас буду заходить. Наверное, без флешек, потому что все раскинули. Одна есть ХЕ в ту пулу, есть и папа в типу. Один выходит сзади, мидл убивает одного, второго. Ну, это вообще... Эпик фейл. Счет 3-3. Катка опять, видимо, обещает быть потной. Игра на... Как это сказать? На измор. На измор берут террористы. То есть, очень аккуратно играют от минуса. Молодцы. Похвально. Респект, пацан. Мужики. Итак, у нас опять распределение сил по карте. У нас двое под Т-шкой на пляже. Уже КТшники прижимают верхнюю Т-шку. Едет по ним. Есть и папа двум террористам. Крадат на пляже. Но, тем не менее, зро... Зро всех убивает. Ничего себе. Ниндзя Бора уже минус 4. И даже в разных местах карты непонятно, куда вообще в итоге выходит. Выходит на Б. Выходит на Б. Последний. Да. Не знаю, Паркер, не могу я, короче, сделать так, чтобы у меня было видно сверху обе команды. Почему только террористов вижу. Могу понять, какие они позиции занимают. Ну, видишь, тяжело так иментировать очень. Ну, я просто перещелкиваюсь здесь. Смотрю примерно. Так это плохо. Надо, чтобы каждого знать, где каждый стоит, чтобы понять, у кого первый контакт будет. Понимаешь, и так непонятно абсолютно. Ну, это да. У меня у нас первый минус от атаки. Тут же размен. Тут же размен. И так у нас идет 4 в 4. Двое банка. Террорист один выходит на Б. То есть по всем параметрам, по всем точкам атакует минус Б. Минус еще Б. Жуан выходит, дает минус 2. То есть минус на длине. Минус 2 на Б. Выходит в итоге на Б. И контроль не понимает, куда вообще им идти. Потому что везде могут находиться. Вот еще один минус от Зеро. Который вообще остается в банке. Хотя его тиммейты зашли на Б. Ну, значит, уверенно играют. Могут себе позволить играть, как они хотят. То есть двое зашли. Просто вынесли 2 Б. Зеро дает 2 головашота. Спокойненько зашли. Поставили пачку. Остальные 3 разгуливают по всей карте. И добивают всех перетягивающихся. Замечательно. Классик. Классика доминирования. Скажем так. Вот, как бы, на самом деле террористы играют очень такой классический дефолт на Дасте 2. То есть они занимают... Ой, наказали их. Занимают 2 Т-шка. 1 банка и 2 ноль. И играют от минусов. То есть это очень правильно. Он сейчас их наказал Панчзор. Уже прочухали эту тактику. И убивают Парапет СОП. Зигу поджимать пытается контртеррорист. Дензель кидает плохие флешки. Но все равно убивает Зеро. Ситуация у нас 3 в 5. Контри очень аккуратно играют. Они уже 2 раунда проиграли. Им сейчас нельзя проигрывать. Пытаются террористы выйти на Б. Один принимает за щепок. Один в Пленту. Тем временем Бро у нас убивает в банке типа. Ну то есть террористы просто играют как хотят. Итак, у нас ситуация 2 в 4. Ниндзя с пачкой в нижней Т-шке. Бро пытается выйти Зигу. Выходит под лестницу. Он никого там не видит. Но слышит, что Тип есть в просвете. Или на Пленту. Да, Пингвин у нас в Пленту. Ну, КТшники хорошо держат. Двое А, один миддл и один Б. Грамотно тут. Вряд ли что-то вдвоем получится сделать. Пачка на руках. Решает выходить шифтом Зигу. Под флешечку накидывает. И у нас Бро выходит. Да, да. Но с двух сторон просто в уши натыкают. Тем не менее, размер нынзя проходит. Пытается убить подъем. Не получается. Слышит АВП. Чувствует, что Пукан гаит. Что сзади начнут уже обходить. А пачку надо ставить. Времени 15 секунд. Один в просвете. АВП на грибах. Инфа есть. Пачку ставит, но... Нет, нет. Ай-яй-яй, сука. Ай-яй-яй, да, не получилось. Надо было убивать по просвете, выхода не было. Тогда бы раунд был бы сотый. Так, у нас счет 5-4 в пользе террористов. Очень потная игра. Очень интересная. Очень нравится. Так, у нас... Да, защита... У нас 2 АВП на Б. А с АВП сейчас займет танцпол. Нет, плен займет с АВП. И на грибах тоже у нас стоит АВИК. Это у нас... Кто бы это был? Панч-зор. 2 АВП играют на Б. Что у нас террористы там делают? Сейчас, чтобы посмотреть. Террористы у нас замутили 2 Д на 8 СВП. Сейчас они панч-зора, наверное, уберут. Я так думаю. Да, да, вот они... Ой, не попал. Не попал без ноги, бро. Информация по восьмерке есть. И я так понимаю, что панч-зор больше не полезет. Они занимают вдвоем Б СВП. Смотрят Т-шку. Мидл свободный. Мидл террориста можно сейчас выйти. Но они этого делать никак не собираются. Играют от минуса. Атаконда откидывает флешки на мидл. Играют пытается выйти на Зигу. Тем временем у нас Тензель. Где он убивает? Он убивает на длине типа. Зига, Зига выходит. Выходит. А если Зигу нет, атаконда получает пупок. Two Fingers получает пупок и в голову. И остается у нас один ниндзя против троих. Без пачки. Все. Пиксель убили. Динамика игры сумасшедшая. Переключаться не успевая. Глючит ХЛТВ. Непонятно, где находятся типы. Непонятно, где будет первый контакт. Поэтому. Пятый, извините. Полноценного комментирования тут, конечно, грамотного не очень оно получится. Потому что видно сверху только одну команду. От пятого лица, скажем так. Видно только одну. Фастбе, тем не менее. Ниндзя у нас выходит. Нет, не выходит. Откинул ХЕ. Ушел в НТ. Ну, это классика тоже нормальная. Пошумел, отошел. Тем временем двое шифтят в банки. Накидывают якобы в моменталку. Да, да, да. Такие бы моменталки в 2017 кидать. Получает. Потому что флешка не работает. Туфингерс разменивает. Жуан пытается пачкать выйти длину. Трое под длиной стоят. И один у нас на десятке. На длине я понимаю, что без перспективняк. Остаются двое на ДЛ. Один десятка и один идет парапет. Это за террористов. Шифт, шифт, шифт. Ждут поджима. Ситуация 4 в 4. Играть надо аккуратно. Проползает просто на картах парапет. Это у нас ниндзя. Проходит под Зигу. А там? А там ему просто в пупок развязывают с АВП. Еще АВП у нас на грибах. Его убивает Бро. Заходит на мидл. И я так понимаю, что сейчас будет... Пингвин его убьет в спину, наверное. Нет, ушел обратно на мидл. Пингвин опять смотрит Б. Ситуация 2 в 2. Пачка руки. Пачка руки. Фингерс хочет ее поставить на А. Она лежит под ящиком. Но здесь где-то близко есть тип. Он не знает по нему информацию. А тип у нас в Зиге. Тип у нас в Зиге. Сейчас он возьмет пачку. Это будет слышно, наверное. Но нет, нет, нет. Зиге тоже помогают. Убивают. Черт 6-5. Черт 6-5. Как же мне так красивенько подсмотреть все это? Ну что ж такое? Я вижу одного КТшника. Глючит, глючит. ЛТВ, конечно, неприятно. Так, террористы у нас делают у нас заход с двух сторон планта. Классика сплит. Это у нас будет один Зига. Один контролит мидл. Зигу уже прошли шифтом. Минус Зига. Минус Дензель. Смотрим. А у нас двое типов на ДЛ. Перебегают на рекламу. Сейчас будут принимать Зигу. Но там преимущество. Нет, нет. Сейчас просто будет минус 2. Просто на изи. Панчждор убивает типа в миду вроде. Террористы спокойно заходят на четверку. Вот здесь ошибка была тактическая в чем. То есть Пингвин и, если не ошибаюсь, у нас Дензеля убили. Ад. Ад и Пингвин, да? Они занимают вдвоем банку. То есть нету фаста. Никто не выходит. Нужно возвращаться на А. Типичная ошибка. Они стоят до того, смотрят ДЛ. Тем временем убивают типа на четверке и спокойно заходят на план ТА. И все. И в итоге команда проигрывает. Все, 1-4. Пытается сейвить мху под затылка. Убивает типа в голову. И возвращается на пляж. Тактическая ошибка. Вот два ДЛ заняли. Посмотрели. Фаста нет. Один отошел принимать ТА. И в итоге один человек остался на. Его быстренько убили. Зашли на Зигу. А они давай с ДЛ перетягиваются и получают в просвете в лоб. То есть это классика. Классическая ошибка. Итак, счет у нас 7-5 в пользу атаки. Команда хомячков у нас тащит. Команда хомячков. Что у нас опять придумывают хомячки? Ух, ничего себе у нас на походу экораунд. КТ-шли. Команда защиты поджимает банку в пятером. С юспами. Ой, сейчас кого-то прижмут. Это будет, наверное, без ноги, бро. Но он справляется пока. Ой, троих убил. Троих убил. Ему помогать. Минус 4 и Жоан еще 5-го добивает. Замечательно. С авиком. Безупречно. Безупречно. Счет 8-5. Остается у нас 2 раунда. Команда защиты за Акуб. Команда защиты за Акуб. А почему же неудобно с этими камерами? Ну, блин. Так я хотел грамотно покомментировать, но не получается. Приходится переключаться, ничего не успеваешь. Итак, у нас Ниндзя занимает верхнюю Т-шку. Кстати, он постоянно туда бегает. Чекает, видимо, на поджим. И сидит просто на винте на лестнице. И ждет информацию, куда ему идти. Пачка у нас на пляже. С ВП. КТ у нас... Так, одного у нас убивают на длине. Все, одно. То есть двоих на длине даже убивают. Ад убивает на Б. Пачка лежит. Информация пошла. Должны, по идее, сейчас тянуться. Зиги уже пошли на... Да-да-да. Вот начинает... Беготня начинается. Начинает поджимать. Пачка руки. То есть есть информация, что в Т-шке тип. Но Ниндзя у нас взял пачку и побежал. Побежал вокруг карты. Видимо, все. Последний остался. Да, убили его типа. И теперь он не знает, что делать. Вертит башкой. Респе топает. 40 секунд остается до конца раунда. Ну, деньги у команды террористов есть. Я думаю, поэтому смысла сейвить ему нет. Это же у нас не фаска, правильно? Нам же ничего не будет от того, что нас убьют. Поэтому можно, в принципе, попробовать что-то сделать. У тебя за 20 секунд, конечно. Не успеет уже. Везде все поджали. Кстати, вот. Ох. В бочину забирают Дензеля. Сразу у двух типов по Зиге есть инфа, что это длина. Они начинают дым стрелять. Да, Ниндзя уверенно, уверенно заходит. Но вот почему-то пингвина флешки не слепит. Ну, бывает. Бывает. Это нормально. Это нормально. Итак, счет у нас 8-6. Последний раунд. Крайний раунд. И что у нас тут задумали террористы? Сейчас посмотрим. Приходится камерой за ними бегать. Паркер, врубаешься? У нас подсадка 2D на 8. Один занимает банку. Один занимает Тэшку. Ждут, пока игрок команды защиты появится на медле, чтобы его снять. И побежать на Б. Но пока этого не происходит. Защита у нас играет... Сейчас посмотрим, что у нас защита делает. У нас пингвин занимает дальний танцпол. И играет на закрытую, на заход. Тем временем панчдор у нас дает минусы в медле. Кидает туда ХЕ. У нас идет... Нет, ничего у нас не идет. У нас откид флешек от защиты. И команда террористов застряла на нуле. Застряла на нуле. Так, кто у нас там стез вышел? Это... Яли? Нет, меня. Дензель. Дензель у нас в минус 2. Дело и, к сожалению, пропустил где это было. Очевидно, в Зиге. Да? В Зиге, да. Да-да, в Зиге он убрал. Пачка руки последней. Остался это у Фингерс. Тон же Русик, слабый. Нет, не залетает. Не залетает у человека. Никак. У нас счет 8-7 и переход в сторону. Да, что-то как-то террористы последние свои 6 раундов отыграли не очень хорошо. То ли уверенности не хватает, то ли что. Но хомячки в итоге побеждают. Да, эту сторону с большим отрывом. 8-7, но тем не менее. Так, у нас сразу идут рестарты. Сейчас я попробую еще раз перезайти в Counter-Strike. Может быть, все-таки все что-то изменится. Посмотрим. В первый раунд досмотрим. В первый раунд досмотрим и пойду. Что у нас команда террористов придумывает? Команда Headswine на первый раунд. Так. Ну, в принципе, в пятером все пошли в одну сторону. В сторону нуля. Наверное, будут делать 5 Зиг. Я так понимаю. Нет, нет. Один спускается в десятку, второй в десятку. Уже поджим в Зиге со стороны КТ. Ой, накалили, накалили. Типа взорвали, еще взорвали. Все. Это будет точка А. Один человек остался на А. Двое сейчас, наверное, в виду где-то. Не знаю даже. Ну, предположительно, что на А сейчас зайдут спокойно. Видимо, чувак... Да, на гусе. Нет, на подъеме один чувак, все, а занято. Только у нас остается один типок. Зеро, который, видимо... Который, видимо, хочет взять этот раунд. Перестрелка довольно-таки неплохая. Ну, вот немножко до головы не хватает у него. Была бы стрельба в голову, взял бы, наверное. Наверное. Попробуем и так. У нас пока и к раунду идут, я попробую все-таки настроить в Counter-Strike, вечно лагающий. Так. Ну, ка-моему, здорово, всем, кто в чат присоединился. Очень-таки равные играют команды, на самом деле. Ну, да. Какие-то катки в аэпарке, ты заметил, что потноватые, да? Ну, надо. Везде еще такое. То есть первые 2к игры было 16-5-16-4, остальные все были то есть 16-10, 16-12. То есть, как-то это интересно. Опять-то. Замечательно, теперь я вижу команду Counter-Strike, а команду террористов я не вижу. Замечательно. Ну, да, да. Тем временем, пачка на B. Да, пачка у нас на B ставится, это к раунд. Так, он, я так понимаю, подбирает дроп у трупа. Панчзора, да, MP5 и будет, наверное, его сейвить, скорее всего. Потому что смысла идти нет. Хотя смысла от MP5 тоже нету, поэтому лучше сдохнет вообще. Это оружие никогда не брать. Заходят на B, да без флешек. Ну да, сам P5 реализует один минус. Девает дроп. Ниндзя непонятно, что делает. Он же ниндзя. Ему патроны не нужны, он с мечом. Он хочет девайс нам намутить себя. Да, хочет девайс намутить. Да, но не тут-то было. В этом-то и суть формата 5 на 5, что по одному никто не ходит практически. Везде двое типов. Два, три типа. Итак, что у нас получается? Так, опять ACO раунд. Что-то накупили там флешек, хаешек, контры. Двое занимают B, трое занимают A. На самом деле тоже ошибка. Лучше занимать что-то пятером. Вот идет раскид B, фаст B, выход. Одного убивается справа. Один в пленту загасился. Может, его не заметят, но, скорее всего, лохов нет там. Нет, лохов нет. Панчзор просто награждает типа свинцом. Такого умненького типа там, типа деда щукаря, который все знает. Деда щукаря. Ну и все, дальше по классике всех расстреливают. Один остается тупингенс, русик. Пытается шифтом зайти в дым. Да, да, получается челюсть. Челюсть падает в щетках. Без челюсти пытается лезть в очко. Все просто флоу, блядь. Здесь просто сдирают штаны со стрингами и всей командой. Ха-ха-ха. Те команды награждают его за такое достойное сопротивление. Чет 3-0. Наконец-то закуп. Наконец-то команда хомячки покажет, на что она способна. А что у нас делают команда хомячков? А занимают они... Ага, так. Вижу троих. Ой, боже. Опять камера лагает. Еще ничего не понятно. Так. Двое у нас смотрят близко Зигу. Один в пленту на А. То есть ДЛ не стали занимать. То есть правильно делают парни. Хотят аккуратно сыграть. То есть втроем в пленту стоят. По сути. Есть информация, что флешка ДЛ. На мидле типок стоит спокойно смотрит. Так пачка у нас пытается выйти на длину. Прочекает втроем. Инфа есть, что гусь. Флешки поедут на плент. Сейчас, наверное, постреляют и уйдут. Где у нас минус? А минус у нас в мидлу. Идет информация, что минус Б. По идее, как бы сейчас надо идти на Б. Или где он его убил? У нас СБ типок уже поджимает. Зеро поджимает. Поджимает уже. Но без толку. Уже вся команда почти сдохла. Все. Один в пять. Это выход на А был. И просто в сухую. Просто в сухую. Хоть с вами собрались, походу. Не хотят они... Чтобы катка была долгая. Хотят по-быстренькому все решить. Итак, посмотрим, что у нас... Сейчас будем наблюдать за командой Контров. Что они будут предпринимать. Сейчас стрессовая ситуация. Когда не дарется девайсный раунд. И надо что-то придумывать. А придумывают они... Ну, херню. Занимают двоем Дэл. А, хотя у них Экараунд опять. Да, вижу. С Деглом занимают двоем Дэл. Сейчас Дегла будет реализация минуса, наверное. Где? Нет, не будет. Линдзи не хватает. У него опыта с такой стрельбой. У нас только Саша. А 58 может так убивать. Больше никто. В пиксели с Дегла. Ланшотом у троих, четверых, пятерых. Как бы нет, ребята. У нас это не получится. Опять остается у нас Zero Атаконда. Пачка ставится на Атаконда в респе. Zero где-то в жопе шаркается опять. В том же самом месте в Зиге. И понимать, что... А, у него М-ка. У него М-ка. Он закупился. Потому что он не знает, что такое Караунд. Ну, такое бывает. Вот. И остается один. Сейчас еще М-ку прож... Да, М-ку он сейчас потеряет. М... Нет, не потеряет. Смотри-ка, хватило ума пойти за Сейвицем. Ну, наконец-то. Конец. Хотя, кстати, между прочим, один в два можно было бы, конечно, пойти попытаться сдащить. Были случаи, когда... Ну, во времена Великого Контра-Страйка, во времена ВЦГ, были случаи, когда на чемпионатах типа с одним ХП минус три делали. Ну, Zero не знает о таком. Не слышал никогда. Что у нас... Давайте посмотрим, что у нас... На закупе будут делать контртеррористы. Что они делают? Они... Один занимает длину. Подсадка на Зигу. Один Б, один Мидл. Классика. Посмотрим, что будут делать Терры. Да, они у нас направляются. Направляются на ноль. Собираются играть медленно. Раскидывают дымы на Мидл. Шептят, ждут под джим Зиги. Это уже минус... И минус... Минус банка у нас была. Минус банка. А уже под джим Зиги. Контры поджимают Зигу. Отошли назад. Опять флешка. Сейчас опять, видимо, будет под джим. Нет, не будет. Стоят оба над лестницей. Пытаются... Да, ниндзя минусует. Минусует из-под лестницы. В дым. В дым. Безногие бро также продолжают смотреть банку. Попытка выйти, постреляться с Мидлом. Заканчивается неудача для террористов. Они отходят опять на парапевт. Убивают Зигу. Убивают Мидл. Убивают Мидл, убивают Зигу. И остается у нас 3 в 3 ситуация. Ну, в их случае надо было идти на Б, конечно. Минус ДЛ. Минус... И все. И два минуса от Зеро в Зиге. И ситуация 1 в 2. А нужно было просто пойти на Б. Там был один человек. Фастиком зашли. Вы поставили пачку. Спокойно и выиграли. Да. Есть инфа по типу. Все его слышали. Сейчас его будет с двух сторон обходить. Но у Зеро очень мало ХП. Да, он будет пассивно играть. И его убивают. Так, у нас информации нет. Пачку забирает. Ну, где-то же рядом должен стоять. Ну, куда ты бежишь? Ну, что ж ты делаешь? Отдает раунд, по сути. Но для... Команды контртеррористов. Это хороший исход. Наконец-то они берут свой первый раунд. Ну, они особо ничего не придумывают. То есть не тупят. Ребята играют складно, четко. То есть один занимает Б. Один занимает Мидл. И три на А. Там два Зига. Один ДЛ. То есть все. Сейчас поджим в Зиге. Чекают СВП 0. Но никому не сцена. Это едва что-то ТТ-шка. Это Б. Все. Сплит Б. Вышли уже на Б. Ох-ох. Не дают пачку даже поставить. То есть быстренько подсошечки забегают. Пытаются выбить. Но нет. Пониждил Кингвинт. Творят чудеса. Размены. Но нет. Не получается у КТ-шников ничего. Не получа. Хотя заход был неплохой. Плохой. То есть один. Какой у нас Денис там счет общий. Было 87. 13.9. Вроде как. 9. 9. 13. 9. 13. 13. Да, да, да. Говорят, с Тельбазой ебись. Маньчжор пишет. Ну, конечно, без маяка. Че нет-то? Еще бы с этим ССП. Че, Стрельба, кажется, хороший. Перемиллион, да? Мне вообще Стрельба нравится. Ладно, все, это шутки, конечно. Итак, у нас. Опа, Зеро дает. Там головашот в Зигла. Ну, это у нее пила жизни, походу. Так. Так, у нас ситуация. Ой-ой-ой. Ой. Фига там головашотов в Зиглов понавешивали команда Контров. Ну, у них опять была караундка. Сейчас они закупаются. Счет 14.9, да, Денис? 14.9. 13.10. Это КТ выиграли. А, 13.10, да. Ну, я уже запутался. Неважно, в общем. Команде террористов надо тащить. Команда КТ больше шансов пока. Они сейчас берут свой раунд очень нужный. Зеро. У нас, походу, обожает Т-шку. Он поджимает Т-шку верхнюю за защиту. Чего делать, кстати, одному нельзя. Террористы у нас полностью раскидывают мидл. Раскидывают его дымами. Знают, что поджимают Зигу. Пытаются закидать ее. Подогреть Типа. Но Тип уже убежал. Минус Зига. Размен. Пачка руки. Пачка у нас в яме. Ждет, пока ему дадут команду проходить. Ну, типа что, сделайте все за меня, ребята. А я просто принесу пачку и поставлю ее. Нормальная тема. Итак, вышли, вышли на А. Ой, вышли на А. Пингвин проходит. Дали команду. Но пачку он проебывает, потому что, ну... Да. Потому что пингвин. Ситуация 1-2. Взял пачку, но его нак... Нет, не накалили. Не накалили. 100 хп. Переселка с Зигой. Уже Типочек подбегает в просвет. Надо что-то решать. Но вот она, вот она ошибка тотальная. То есть Типок пытается работать сразу с двумя полушариями. Пытается и там, и там успеть. Убей сначала одну позицию, потом берись за другую. Ну, вот типичная ошибка была. То есть хочется всех сразу убить. Ну, да. Еще один раунд берет команда контртеррористов. Еще 14-10. Правильно, Денис? 14-11. КТ выиграли. Да? КТ выиграли. У меня с головой что-то... Какие-то дефекты. Не знаю. Я буду говорить все, которые не нравятся. Не управляй меня, если я не прав. Так. У нас выход на мидл фастом. Дэк араунд. Но быстренько всю эту площадку для фантазии. КТшники раскрывают. Взбивают черепа. Телепочки просто бахаются в миду. И остается остаться 2 в 4. С Глоком, с ямой пытаются перестреливать Типок на картинке. Ну, это просто как бы... Да, 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 да. Грюк стремится. Блок это волшебная штука. И так, у нас закуп, что будут делать террористы. Давайте посмотрим. Ситуация... Так, 13-12. Правильно, Денис? Наконец-то я угадал, да? Боже, я угадал. Палеем за команду Контров, чтобы ситуация была как можно жарче. Панишзер, да, это... Походу у них опять акараунд. Ну, не у всех. Полубай, в общем-то, у террористов. Они уже спалились в Т-шке, не понимая, что в ней топать нельзя, как бы, но нормально. Спалились. Уже один потопал с деглом Т-шки. Есть инфа, что есть эррористы в Т-шке, но сколько их не знают. Ад пытается прострелить тикс, совершенно неправильно, но... Зато сказал, я здесь, ребята. Вы слышите? Я ФНТ. Молодцы. А типочки под выстрелы не выходят в Б. Они просто стоят и смотрят, пока им закидают флешки ХЕ. По джопу. Это нормально. И он, панишзер, тем не менее, несмотря на весь этот бардак, дает минус. Но тут же его разменивают. Опять еще разменов. Уже КТ-шники все подтянулись к Б и спокойненько расстреливают террористов. Очень медленно было. То есть нужно просто быстрее выходить. Быстрее. Либо надо уходить с Т-шки и перетягиваться на А. Либо надо выходить ее быстрее, не стоять и ждать, пока вся команда перетянется. Инфа-то есть? Т-шки уже нашумели. Вот, элементарные истины приходится объяснять ребятам. Итак. Счет у нас 13-13. Жарева. Ребята, на чем намечается жаришка. Я так понимаю, что будут овертаймы. Надеюсь. Безногий бро у нас с АВП встречает парапетник. Не дает инфу, что парапетник не прибегает. Медленно играет команда атаки. Зигу уже поджали. Ой, подогрели в Зигу. Ой, подогрели ХЕ. Флешечками и КТшники. Сейчас я чувствую в Зиге агребут. Но нет, это был фейк. Это был прыжок на мидл. Выход на мидл. Минус Б. И сейчас будут делать Б, скорее всего. Да, делают Б. На БТа у нас никого уже и нет. На БТа у нас чисто. Два типа под косым. Сейчас будут опять флешечки закидывать. Забегать. Не давать поставить пачку. Два за Иксом. Минус. Еще одного. Да, нажимай. Да. Убили вдвоем. Справились. Еще Тэшки выходит. И мидл сзади. Один Тэшка, один мидл. Туфингерса есть инфа, скорее всего. Тип вышел Тэшку. Да, у них есть инфа. Пачканье руки. Теперь остается только ждать и слушать. Но... Не знаю. Кто на молодцы КТшники очень грамотно приняли Б. Ну, жестко. Блин, уже, ну, зашли уже так четко на Б. И поймали просто две флешки. Да, да, именно, именно вот в этом. То есть противоход флешки не кидались, понимаешь? То есть они зашли и просто приняли на голову со слегка зашли. Да, у них не было уже, наверное. А противоход, да, они ничего не кинули. Может просто потому что не было. Но тем не менее счет у нас, ну, есть, 14-13, да? Да, польза хомячков. Минус парапет, размен, минус мидл, минус А. И получается 2 на А, 1 на Б. 1 на А, 1 на Б. Правильно я посчитал? Нет, слушай, 2 на А. Значит, они неправильно заняли. В Б надо заходить, дошли. Или одного. Сейчас они будут перестреливаться. Мне надо ставить пачку. Ситуация у нас 3 в 2. Есть шанс у КТшников. Будут пытаться зайти через щепки. Но нет, не хотят. Флэшка как бы всех отпустила. И только после этого надо заходить. Ну, нормально. ТХ он прочекал ту фингет степа. Флэшки, да, но здесь не успевает, да. Хорошо заняли. Хорошо заняли, хорошо отбили. Но не добили. Бывает. Итак, счет у нас 15-13. 14-14. Не-не-не, 14-14. Просто куча дизлайков. Ганни, ты просто. Хорошо, что это... Какой-нибудь там ВЦГ 2012. Меня вы так обоссали бы просто. Тем временем, что он сделает террористы. Ну, пингвин с пачкой под банкой стоит, ждет что-то. Я удивляет, почему пингвин не с мухой. Удивительно для меня. То есть, он просто берет калаш. Интересно уже. Это уже как-то интересно, да. Ждет поджим. Сманки, банку поджимать не собираются. Зига принимает попытку выйти под лестницу у террористов. Отошли. Спокойненько. Хаешки обракинули. Еще один минус Зиги. Пачка руки. Пингвин. Что делает пингвин? А пингвин просто на нуле. То есть, ребята просто ждут, пока кто-то даст минус. Даст инфу куда идти. И мы выйдем с пачкой. Ну, это отсутствие опыта 5 на 5. То есть, играют 2-3 человека, по сути. Остальные просто что-то бегают туда-сюда. То есть, абсолютно непонятные, невнятные цели. Ну, вот решают все-таки втроем идти ДЛ. Хотя нужно идти 2 ДЛ, 1 Зига. Ну, это нормально. Вот. Ну, решает все в одно мясо, в один ряд стать. Да, Зига, реклама есть. Бывает одного сейчас убьет 2-го, по-любому. Нет? Инфо-то есть, что типы. Почему на бета-тип сидит? Ниндзя. Ну, нельзя. Папа двоим, да, Ниндзя наконец-то седами. Все нормально, ребят. Все хорошо. Это контрстрайк, все нормально. Так, 14-14? 15-14. Ребята, кто должен выиграть сейчас, чтобы были овертаймы? Скажите мне, хомячки или команда Хэтсвайн? Хэтсвайн, Хэтсвайн. Будем болеть за команду Хэтсвайн. Посмотрим, что не будет. Атака должна выиграть. Ага, ну да. Потусуемся втроем у банки. Пачку скинем. Пингвину, кстати, да. Нормально. А пингвин с юспом у нас, замечательно. Последний раунд, пингвин с юспом. Молодец. Респект пацан, мужик. На Б заходит. Да, на Б заходит. Зашли, пингвин об этом не знает, радара нет. Пингвин вообще, пингвин на длине, блядь. А что, пингвин на банке-то делает? Пингвин просто пингвин. Я не понял, как так получилось вообще. Главное, пачка даже не зашла на план. Не слышит инфу просто. 2 в 3 ситуация, но увидим. 1 в 3, да. Макс был толк. Остался жесткий типок. Ну, ему нужно сделать сик. Да, ему нужно сделать. Я думаю, что он сейчас пойдет курить сик. Он сейчас наа уйдет. На ато есть вообще кто? А, ну все, инфа. Инфа. Инфа пошла. Но он выходит, смотри-ка, всех обманул. У него преимущество. Он выше, да, минус. Еще давай, но и последний. Хорош! Хорош, хорош. Ну, преимущество. У того типа, который стоит на четверке, всегда преимущество перед теми, кто стреляется с ним с просвета. Это категорически, да. Но если, конечно, в просвете не Саша стоит, который как бы ну зигла может минус 5 дать по головам есть у нас смена просто 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 ноль ошибок ноль ошибок овертайма овертайма типочек типочек вообще божественно затащил парки ну почему так и почему я не вижу сверху типов я не понимаю я вижу красных мешки аси почему-то уже не кота такого не жесткая катка блин ну типа оси конечно да какая разница мне у меня 1280 стоит и показан 1200 то же самое там одну команду видно вторую нет это бак моя арена скорее всего не знаю так тем временем у нас рестарты идут овертайм ребята суммарно команд должна выиграть 4 раунда играя за две стороны за каждую сторону дается по три раунда в общем вы поняли меня кто не понял но бывает я уже сам забыл что ковертайма сейчас играют команды за каждую сторону по три раунда вот по ходу буду вам объяснять игра началась но ктшник один из ктшников не согласен что началось что у нас по фк стоит по ходу стоит и футка да ребят но вы должны понимать да что грамотно иногда не получается зафиксировать первый контакт да где происходит стрельба вот первая стычка контров и террористов именно из-за бага вот этого не видно сверху карты не видно всех типов поэтому приходится переключаться очень быстро поэтому мы с паркером на два фронта работаем как можем вот но прокомментировать затроллить кого-нибудь за него какие-то неправильные действия это мы конечно вообще с удовольствием сделаем сейчас мы этим заниматься и будем так смотрим что у нас придумает команда хомячков за террористов за атаку запирант на овертаймах напряг высочайший температура растет а карте ну а что решают хомячки они играют ну практически пока слава манды хэдсвайн то есть тусовка у банки на нуле 3 а века ожидание чуда что кто-то подожмет там получит пуговицы потом можно спокойно будет зайти опа хае дамагера то нет чувак ты же не на паблике поэтому от твоего хае толку то нет а кпшники у нас просто сидят на жопе и ждут пока в зиге кто-нибудь покажется уже на длине показались инфа есть откинуты две флешки сразу пресекают выход атаки на длину типок остается в яме ждет пока кто-то появится на гусе получает флешку в лицо мелькает сейчас с авиком на разгуся его тип снимет все-таки это у нас кто это у нас по нет это у нас эксмптолка я пошутил а вот cvp его снимают зачем чекать так и вот в итоге у нас проходит дл их флешат конечно они все за своему хае поджопу почему нет без ноги бро просто рули тащат даже спелить аксб пришел уже сейчас будет трудно что-либо сделать там сварить браслет не хватает не хватает немножко советом навыка на ниндзя пытается собрать один в один ситуация пачка руки но инфа то есть по типу куда ты пропрыгиваешь еще флешка говно но убивает но это тоже нормально как он в говно слепой убил алло слепой он причем заблудился он пришел обратно да 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 он заблудился он думал он думал он хотел за ящик встать то есть он прошел вперед и думал что уперся в ящик и хотел за него встать и поэтому получилось что он назад прошел как он слепой да то у нас делают опять же хомячки решают они наверное делать б потому что занимаюсь втроем тэшку пачка у нас лежит убо они 21 тэшку замочит я путаю да на нуле очень тусуются ребята эти двое смотрят банку пачка лежит на 8 один стоит на 9 чекает поджим зигу ктшник играет осторожно ничего не поджимает минус на b от у нас удаляет удаляет типа с 90 самая тупорылая позиция но он с него убил молодец попытки размина даже не предвидится он потому что у нас там ниндзя расстреливает да получает флешку в лицо от у нас остается на той же позиции на 90 дэн зел ему тут защепок помогает тем не менее еще успевает мидл смотреть ну то есть ситуация контролирует выход на б попытка выхода 2 наверно один остался с пачками 90 есть это у нас тут fingers русика до банихоп исполняет ну да надо же как-то красиво умереть лучше по банихопить нормально когда-то уже за ящиком как бы еще и банихоп исполняет нам молодец мужик и так счет 1111 гайз колите счет по-братски идем счеты 16 16 15 15 на стрим нет у нас 16 16 сейчас делаем меня на стриме умная у меня на стриме задержка почти минута с чем-то давайте давайте все-таки вернемся к нашей игре посмотрим кого первого накормить свинцом пачка у нас валяется никто не хочет почему-то бегать с пачки большая ответственность наверное ну да и боятся один подобрал нашелся сменчак его зовут без ноги зата кондо ну сама опыта наверно там игрок что на паскапе частенько играет и глада убить просвет у него это не получается к сожалению к тем не менее как к террористы очень даже неплохими разменами проходит на точку пытаются пройти на точку а воевать просвете но решают что лучше отойти потому что ктшники наверняка стянулись уже с беда один на меду один планту на и сейчас было бы разумно через респу убежать на б что они делают они делают вдвоем бегут эти два защитника а плента уже должны понять что это скорее всего будет перетяжка но пока что по панч зорда пытается зачекать кого-то на нуле будут два варианта у этого парня в голове сейчас наверное панч зора либо они сука стоят шептят на длине либо они побежали через респу на б на нуле никого нет да это б это б инфа пошла от толка пошел поставил пачку на баде остался в тэшке убивают типа за иксом тэшке остается последний 12 откидывает х и один будет 1 1 убивает нет не выходи смена сторон команда хомячков у нас выиграет со счетом 21 а это у нас получается 17 16 до 16 в пользу команды хомячков и нужно сейчас по порядку объясняет ктшником сейчас нужно взять два раунда чтобы выиграть эту игру его в сумме должно быть три раунда то есть можно один проиграть два выиграть если проигрывают два раунда опять заново верта очень походу буду объяснять и сейчас команда хомячки за кт выигрывает два раунда в сумме за три раунда они побеждают эту игру но если кто-то болеет за хомячков это для вас информация чтобы знали как болеть какой у нас какая степень накала происходит на карте это наш первый овертайм за весь день я думал турнир затянется часа на полтора я успею сегодня сделать все свои дела но я ошибался потому что это проект раша . просто раша просто здесь не бывает ничего быстрого здесь либо турнир это на целый день как минимум либо на неделю это нормально итак завелась катка смотрим что у нас придумает команда террористов по дефу все понятно тут у нас по дефолту идет занятие банки занятия нуля ожидания поджима все всего боятся будет какой уже придурок начнет поджимать если такой но таких не находится на самом деле то есть играют очень аккуратно что ктожки террористы принимают степень ответственности за каждый минус потому что это овертаймы градус конечно кален подсадочки начинаются нелепые игра в крыску ожидание кто сделает первую ошибку классика классика классик 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 просто классик на самом деле очень хорошо смотрят опа первый минус у нас пошел на длине убили типа у нас был бед ноги атак он да и дэнзель вместо того чтобы разменивать говорит а там а вп бежим отсюда нет нам и не идем сейчас попробуем пойти в зигу замечательный дыма дэнзеля поджим ктшниками зиги сейчас похоже будет но нет нет спугнули террористы постреляли хаешки побросали попытка выйти битл шифтом оканчивается успехом есть инфа что один остался на b сейчас надо надо очень быстро делать бы пытаться прошли в меньшинстве на б у нас на б у нас никого нет уже все стянулись на и спокойно выход на плэм сейчас главное поставить пачку по грамотно один остается в тэшке один за иксом один пункт очень грамотная остановка если не тупить то никто не видит этот план то есть очень хорошая грамотная позиция ну смотря кто будет давать минуса флешки ктшники у них нет полной информации по типам где кто стоит но стоят они классически с 1 минус 2 еще тэшка сейчас поможет смотрите вам тэшка где ты а он ждет тэшку с тэшки вышло а это был все-таки не пингвин это пингвин тэшки был он как-то тупит немножко то есть когда нужно выйти похлопануть помочь то есть типов не отдупляет вообще не понимает где что происходит на карте где кого убивает осталось 3 убили двоих а он тэшку смотрит то есть когда есть инфа что этот но последний в щепках очень мало и в этом и так у нас команда хэдсвайн что-то становится 1717 правильно денис да 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 и у контрол чтобы выиграть эту 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 игру нужно взять два раунда все равно они хотя бы по моему все подожди а по моему все не нет нет если они выигрывают два раунда за первую сторону им нужно взять еще два за вторую сторону это сотка инпа как поверь мне но хэдсвайн тем не менее опа zero zero дает шанс своей команде побыстрее закончить эту игру минус 2 на зиге террористы растерялись ад остановился принимает на себя весь гнев из флешек и дыма на мидле есть и пока он об этом знает спрыгнул под выстрел очень грамотно но нет zero делает третий минус на зиге от убивает middle остается один без пачки пачка лежит на минуту да и zero делает просто минус 4 за раунд молодец молодец я так понимаю что и последний раунд но я сейчас грей хаунд хамстро сейчас выигрывает еще один раунд по походу она да 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 все это да это опять увертаем опять 00 и будем бесконечно играть в общем болеем за 0 и за таком за команду хомячки что побыстрее все закончилось хотя конечно чем больше накал тем лучше так что он сделать и уже минусы дети где-то на уже потеряли где потеряли ада проморгал этот момент наверно в зиге в зиге сейчас находится три террориста пытаются получать хае под жопу по три сладкие жопы которые пытаются все же выйти один нас десятки кидает флеш на мидл слышит там типа чекают поджим санты за жестко смотрит мидл никого не пропускает zero дает минус санты уже п поджали вот об этом прилично собрались все на виду на зигу а про бы забыли динзель дает минус zip под лестнице да нет вот у нас 223 пачка выбивается 12 есть 11 по пачке поспешил зачем 30 секунд 35 секунд ну попытайся развести нет надо умереть пойти спасибо за просмотр! Продолжение следует...